Кето-рецепты от Эрика и Каренберг Поехали! Твоя любимая еда — всё, как ты любишь. Это комбо из всех моих любимых продуктов, я думаю. Именно. В последнее время, на той неделе. В последнее время. Не будем придираться к словам, пускай будет в последнее время. Но я очень люблю рукколу. Я ем рукколу каждый божий день. Она съедает здоровенную миску за раз. Я серьёзно. Она её нарезает. Даже ножницы есть. И ей нравится добавлять сверху разные семечки. Я люблю семечки. И без заправки. Вообще без заправки. Просто немного оливкового масла, соли и перца, семечки и руккола. Но это другая история. Вот это салат на основе рукколы. Да. Здесь жёлтая свёкла, фета и... Как бы его так раскопать. Вот, посмотрите, как красиво. Жёлтая свёкла. Пятёрка за подачу. Знаете что, даже если вы не любите свёклу, обязательно попробуйте жёлтую свёклу. Даже детям нравится. У неё более мягкий вкус. Наверняка она тоже полезна, как и красная. Расскажи-ка нам. В них разные пигменты, разные цвета. Значит, в них разные фитонутриенты. Свёкла полезна для желчного пузыря, для печени. Кто-то считает, она слишком сладкая. Есть такое. Но если употреблять понемногу, то можете даже не париться. Так вообще говорят? Нет. А как говорят? Не жарится? Вырежьте это. Если вы на кето и объелись сладким, то как раз нужно париться. Теперь и ты так говоришь. С кем поведёшься? Ладно, не надо ничего вырезать. Немного свёклы в салате. От свёклы ещё никто не умирал. Разве что огромная свёкла... Разве что запустить ей кому-то в голову. ...упала на голову с 20-го этажа. Это вам не шутки. Но нам это не грозит. У нас здесь вкуснейший салат из свёклы. И заправка здесь очень лёгкая. Как я люблю. Очень люблю. Всё верно. И сочетание отличное. Если вы любите рукколу, даже если вы её ещё не пробовали, знаете, что руккола бывает разной степени горечи. Мы купили рукколу на фермерском рынке, и она очень горькая. И это хорошо? Обожаю такую. Чем горче зелень, тем здоровее печень. Спасём печень. Это было в рифму? Нет. Немного было. Но сказал хорошо. Ладно. В общем, полезно для печени. Полезно для печени. Но в супермаркетах руккола обычно не горькая. Ну что, мы сболтались? Идите готовить салат. Смотрим. Смотрим. Нарежьте небольшой пучок петрушки. Один нарезанный стебель зелёного лука. 80 грамм приготовлены на пару жёлтой свёклы. Соль и перец. 110-140 грамм рукколы. Соедините ингредиенты в миске. 85 грамм рассыпчатого сыра фета. Перемешайте. Полейте оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Приятного аппетита!